Бог со мной начал работать уже больше 30 лет назад. Я когда взял в руки Библию и начал читать, ничего не понимая, Он вызвал во мне ревность. После этого Бог из меня делал то, что сейчас вы видите перед собой. Ну, я говорю, не внешне, а внутренне. Кто знает меня, где-то около 10 лет шло такое становление. Но я уже тогда начал писать музыку христианскую. Бог потихонечку Библию открывал, не открывал сильно. Я много не понимал, конечно же. Вообще ничего не понимал. Это было только... Вызвал ревность. Прямо так вот, как писание у евреев ревность. Поэтому здесь у меня было так. Ну, конечно, совместимое, но это очень сложно, да. Есть одно. Бог дал точное слово. Почему сложно музыкантам, профессионалам, то есть, которые уже вкусили вот этого поклонения себе. Я спрашивал у Бога точное слово. И Бог дал это слово «любостяжательство». То есть, оно мешает, вот эта популярность, она мешает прийти многим в церковь. Почти всем. Это очень сложный момент. Враг держит таких людей, соблазняет деньгами, женщинами, связями, там, всякими вот этими вещами, которые кажутся благом на тот момент. Я индивидурую творческую интеллигенцию. На некоторых уходят очень много лет. Но, вы знаете, люди потихонечку приходят. Ну, контингент — это писатели, поэты, музыканты, композиторы. Сложно, это сложный момент. Не простая работа, но она реальная. То есть, есть, Бог показывает те пути, через которые можно воздействовать. Иногда некоторым рассказывают, как они закончат свою жизнь. То есть, статистика неумолима по отношению, как они заканчивают свою жизнь творческой интеллигенцией. Это ничего лицеприятного, но действует. Действует на них. Действуют некоторые из страха. Я хожу на различные рауты, будем говорить, светские там, то выставки какие-то, какие-то встречи. И провожу работу. Но это индивидуальная работа, потому что я многих знаю лично. И они присматриваются, спрашивают. И сочувствующих много. Это такая же работа, как евангелистическая, как и с любым другим словом населением. Большая сцена. Я большую сцену вижу только христианскую. Если ты идешь в мир, я с этим часто сталкиваюсь, и со своими студентами тоже, когда они говорят, ну, некоторые говорят, нам кормить нечем семью. Я говорю, ну, Бог не оставит. Он покажет путь. Просто многие пытаются оправдаться каким-то своим действием. Что значит большая сцена? Если ты идешь туда, тогда неси Евангелие. Писание говорит, я посылаю вас, как овец среди волков. Это один из ответов, когда у меня есть, допустим, человек, который мой ученик, говорит, ой, мне на телевидение, я не пойду, там все матом ругаются, там и так далее, и так далее. Там блуд, там все вот эти вот. Я говорю, ну, ты своим примером будешь показывать, как надо жить. И так происходит. И вот он уже два года там работает. И, вы знаете, потихонечку, потихонечку, ну, он молодой парень еще. Он набирается опыта так, что наши люди там есть. В том же миру, если ты отстаиваешь свою точку зрения, будут относиться с уважением, с пониманием, заинтересуются. Надо идти с Евангелия. Другого способа не существует. Если мы пойдем на поводу у мира, по их, то есть, как бы, все средства хороши, я не согласен. Бог всегда подскажет правильное решение. Даже если по-человечески это будет, как бы, неправильно. Бог подскажет, как. В центре всегда творчества должен быть Иисус Христос. Если мы идем на компромисс и отходим от богоцентризма, я так могу назвать, наверное, то мы получим в обратной связи что-то неправильное. И даже можно дойти до трагедий. Тем более, творческие люди, они в центре внимания и могут серьезно повлиять на мировоззрение и испортить христианскую жизнь, особенно молодым поколениям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова